Продолжение следует... Ректор ЖГТУ Валерий Грахов встретился с представителями студенческого актива вуза и победителями творческих конкурсов, всероссийских и международных олимпиад. В своем выступлении ректор подчеркнул, что в минувшем году более 400 студентов выезжали на соревнования с самого разного уровня и завоевали награды, в том числе и мирового уровня. В спортивном комплексе Удмуртского государственного университета стартовала спартакиада здоровья среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов Удмуртской республики. Накануне спартакиада ректор технического университета, он же по совместительству главный тренер сборной вуза, встретился со спортсменами ЖГТУ и настроил команду на победу. Так и случилось. Команда технического университета заняла первое место. В студенческом центре состоялось одно из самых феерических и ожидаемых мероприятий года. Пятый студенческий бал, посвященный Дню студента и Святой Татьяны. В исполнении 16 пар участниц зрителям были представлены бальные танцы всех времен и народов. Имеешь ГТУ отметил свой 68-й день рождения. На торжественном заседании ученого совета собрались представители ректората вуза, деканы факультетов и директора институтов, сотрудники студенты и зарубежные гости, а также почетные профессора и выпускники прошлых лет. При полном аншлаге прошел день открытых дверей. Перед открытием гости получили возможность ознакомиться с экспонатами выставки научно-инновационных проектов, где факультеты и институты ЖГТУ представили свои научные разработки. Седьмой год к ряду на площадке университета собираются юные звезды. В ЖГТУ прошел заключительный тур многопрофильной инженерной олимпиады школьников «Звезда». В 2013 году количество участников «Звезды» составляло 317 человек. В этом году номинантов очного тура было более 2,5 тысяч человек. Прошли тренировочные пожарно-тактические учения. На учения привлекались силы и средства Ижевского пожарно-спасательного гарнизона, а также бригады поисково-спасательной службы Ижевской и Скорой медицинской помощи. После проведения реконструкции состоялась презентация спорткомплекса «Буревестник» имени Хадыкина. Здесь не только полностью отремонтировали холлы и раздевалки, но и сделали капитальный ремонт административно-бытового корпуса. На машиностроительном факультете прошла научно-практическая конференция, посвященная столетию выдающегося конструктора-оружейника Евгения Драгунова. В УСЕ продолжились реконструкции и косметический ремонт аудиторного и лабораторного фонда. В Институте цифровая экономика были впущены в эксплуатацию три учебных аудитории общей площадью 150 квадратных метров. Спустя несколько дней на кафедре «Тепловые двигатели и установки» состоялось открытие лаборатории двигателей внутреннего сгорания и нефтегазопромыслового оборудования. В связи с пандемией COVID-19 уже с середины марта российские вузы стали переводить образовательный процесс в режим дистанционного обучения. С этого момента ИЖГТУ 100% перешел на обучение в режиме онлайн. С переходом на удаленный режим работы значительно увеличилась загрузка и профессорско-преподавательского состава. Пришлось оперативно осваивать новые цифровые ресурсы, дорабатывать имеющие курсы, совершенствовать систему контроля знаний. Огромным подспорьем стало регулярное проведение онлайн-встреч руководства вуза с преподавателями и студентами. Каждый понедельник проводились открытые заседания ректората, куда получили доступ все сотрудники университета. Каждую пятницу проводились онлайн-переменки для студентов. Значимым событием в истории вуза стало возведение на территории студгородка двух мемориальных комплексов – великому конструктору и оружейникам Удмуртии «Детям войны». С наступлением первых весенних дней обустройство парковой зоны было продолжено, однако большая часть проектных работ уже завершена. В учебно-спортивном центре Галёва началось строительство новой столовой на 300 посадочных мест. При возведении этого объекта используются собственные строительные материалы. Одни долгое время лежали на складах вуза, другие были получены после реконструкции территории университетского кампуса, ремонта учебных корпусов и общежитий. Международный день защиты детей руководство завода «Ишсталь» сделал техническому университету подарок. Возле ведомственного детского сада «ИшГТУ» был открыт памятник символа «Ижевска» – мальчика «Ижика». Вторая волна коронавируса внесла определенные коррективы в проведении традиционных мероприятий начала учебного года. Целью соблюдения мер безопасности собрание преподавателей и сотрудников впервые проводилось с ограничением количества участников. В зале присутствовали только члены ученого совета «ИшГТУ», остальные фигурировали в онлайн-режиме. В техническом университете продолжилось благоустройство студенческого городка. Ровно год тому назад здесь была высажена роща из ста кедров. Событие было приурочено к годовщине со дня рождения Михаила Калашникова. Посадка ста кедров этого года была посвящена столетию государственности Удмуртской республики. В «ИшГТУ» полным ходом идет капитальный ремонт студенческого общежития номер 2. Поэтому очередной ректорат вуза было решено провести именно здесь. Общежитие номер 2 – не единственный объект благоустройства университетского студгородка. Завершены работы по ремонту кровли на студенческом центре «Интеграл» в четвертом учебном корпусе и санатории профилактории «ИшГТУ». На очереди долгожданная реконструкция студенческого кафе «Шпаргалка». Начались работы по реконструкции фасада третьего учебного корпуса. Он будет обшит композитными панелями из алюминиевых конструкций. Планируется, что лицевая сторона будет подсвечена вертикальными светильниками для наружного освещения, что придаст зданию внешнюю привлекательность. Закончены работы по благоустройству переулка студенческий. Асфальтовое покрытие было сделано за счет республиканского бюджета, а расходы по обустройству тротуаров и установку светильника взял на себя технический университет. На кафедре промышленное и гражданское строительство состоялось открытие еще одной именной аудитории. Спонсором знакового события стала группа компании ЛСТК. Состоялся четвертый вузовский отборочный чемпионат «ИшГТУ» по стандартам «Орскилз». Чемпионат проводился в рамках трех компетенций – предпринимательство, графический дизайн и беспилотные летательные аппараты. В спортивном комплексе завершился традиционный турнир по волейболу среди мужских команд высшей лиги Б в памяти проректора имени «ИшГТУ» Юрия Мерзлякова. На официальном открытии турнира состоялось награждение мужской команды «ИшГТУ Динамо» бронзовыми медалями чемпионата России прошлого спортивного сезона. На базе учебно-спортивного центра «ИшГТУ» Галёва состоялся традиционный туристический слет, в котором приняли участие команды всех институтов и факультетов вуза. Участникам чемпионата было предложено выйти на несколько этапов, в том числе пешеходные ориентирования и велоориентирования. В студенческом городке появился еще один экспонат монументального искусства. Здесь установлен арт-проект под названием «Отрядовский мастерок». Над ним работал известный скульптор, член Союза художников России Павел Медведев. В последней декаде ноября возле шестого учебного корпуса состоялось открытие нового арт-объекта магистерского трона. На площадке «ИшГТУ» имени Калашникова в течение трех дней проходил финал четвертого национального межуузовского чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills России». На трех площадках свое профессиональное мастерство демонстрировали четыре студента «ИшГТУ». В студенческом центре «Интеграл» прошла конференция работников и обучающихся «ИшГТУ». С учетом эпидемиологических обстоятельств собрание коллектива состоялось в дистанционном формате. Главный вопрос повестки дня – принятие новой программы развития университета на 2021-2025 годы.